Приветствую вас, Елена. Первое, на что мне кажется, вам нужно обратиться за внимание, это на число вины. За то, что вы сделали. Тобис за измену. Дело в том, что мужчина озеркаливает вам именно ваше отношение к тому, что произошло. Вот. Озеркаливает вам ваше собственное обесценивание того, почему вы совершили измену. И непринятие, опять же, ваше же собственное. Потому что вы, ну вот, если бы вы приняли бы это, если бы вы и перестали себя винить, например, за это. То, у мужчины было бы гораздо меньше оснований устраивать вам скандал. Это первое. Второе. Разница в возрасте, контекст отношений, неуверенность в себе мужчины, да, то есть, вот, это именно его неуверенность в себе. Все это наводит, честно говоря, на мысль о том, что, возможно, ваши отношения не такие здоровые, какими вы их показываете. И разница в возрасте может быть куда более важна и значимой, чем, опять же, вы хотите это, например, показать. Я так понимаю, что вы старше мужчины на 14 лет, соответственно, да, разницы вы не чувствуете в возрасте. Это, это, в принципе, хорошо, что вы это не чувствуете, но, возможно, подводные камни, в том числе и, ага, связанные вот с тем, что вы довольно сильно, как бы, различаетесь в возрасте. Тут тоже все может, может иметь, ну, иметь место быть. Вот, так что, этого нельзя исключать, на мой взгляд, и, соответственно, очень важно, очень важно, как бы, этот момент учитывать тоже. Дальше, вы говорите, что вас друг другу тянуло, у вас была стресс, и, собственно, с одной стороны, страсть – это хорошо, конечно, но, с другой стороны, важно понимать, что страсть – это не любовь, это больше увлеченности. Соответственно, тут тоже важно понимать, что именно, например, чувствуете вы к мужчине, и что чувствует мужчина к вам. Ну, в первую очередь, конечно, то, что вы чувствуете, важно, вот, а не он. Вот. Дальше. Блищевая влюбленность в другого, ну, в другую женщину выглядит, мягко говоря, как-то не серьезнее, выглядит, мягко говоря, ну, так что, одна страсть сменилась на другую. Вот, страсть, просто-напросто, и, соответственно, ну, опять же, может быть, именно факт влюбленности там и есть, но, как бы, вопрос именно в любви, да. То есть, вот, способен ли и может ли мужчина вас любить, любить, вот именно любить, именно любить – это, конечно, большой вопрос. Дальше. Так, я сейчас проанализирую, прочту ваш текст и дам некоторые комментарии. История моя длина очень 70 лет, но я пытаюсь рассказать вкратце. Ну, понимаете, с одной стороны, я вас понимаю, и спасибо за то, что вы хотите рассказать твою историю вкратце. Ну, вот, но, с другой стороны, историю в 70 лет лучше рассказывать все же не вкратце, но лучше рассказывать все же вживую. А, вживую специалисту, да, то есть, идеально было бы, если бы вы свою историю рассказывали бы на консультации, вот, и, ну, со специалистом. На консультации с специалистом, вот, и, может быть, даже рассказывая эту историю, вот, вы бы для себя лучше поняли какие-то вещи, вот, возможно, ответ на то, что вы не могли. Что вам делать пришел, пришел бы сам с собой, да. Вот, и здесь вот чувствуется некое, ну, чувствуется некоторое такое обесценивание, что ли. Чувствуется оно, оно и в том, что вы пишете далее, хотя оно похоже на многие другие. То есть, это чувствуется вот обесценивание, вы обесцениваете то, что сами переживаете. Жить с мужем, с мужем мы начинали по любви. Тикотиня друг другу была огромная, не только сексуальная. Несмотря на разницу в возрасте в 14 лет. Ну, как я и сказал, ни в коем случае не хочу обесценивать ваши чувства, потому что, ну, как бы, это все-таки ваши чувства, да. В мои планы не входят в обесценивание, но, с учетом того, что вы рассказали, да, я думаю, имеет смысл, ну, пересмотреть этот момент, связанный с любовью, да. И, ну, как бы, спросить, вот, себя, да, что такое любовь, то есть, что здесь, вот, например, да, ну, допустим, мной понимается под любовь, любовь, то есть, что такое любовь здесь. И любовь это, это, потому что вы описываете страсть. Ну, может быть, может быть, конечно, не только страсть, но описываете вы именно это. Вот, потому что вот то, что происходит далее, в том числе и с вами, да, что вы допустили из мира, ну, вот, я вас ни в коем случае не обвиняю. Но любовь это все-таки то, что не подразумевает таких действий. А, соответственно, ваша измена была следствием некоторой такой психологической активности, вследствие того, как вы воспринимали и воспринимаете, вероятно, себя, мужчин и свои желания. Вот, и, соответственно, это очень важный момент. Дальше идем абсолютно не влечами, опять же, кто мы, да, вот, кто мы. Почему вы говорите за вас обоих, ну, совсем понятно. Ну что, все-таки, никаких мы, мне кажется, нет, а есть только вы, лично вы и есть, ну, мужчина. Есть мужчина, мужчина. И все. Говорить за, собственно, другого человека, вот, ну, далеко не лучше, не лучше, на мой взгляд, момент, да. Вот, потому что, что происходит? Происходит то, что размевается граница личной ответственности, когда подобная вещь допускается. Вот, и, на мой взгляд, на мой взгляд, это неприемлемо, вот, на мой взгляд, это неприемлемо, а, с точки зрения, а, ну, с точки зрения. Уважение, скажем, скажем так. Вот. Это то, что я могу, то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам сказать вот непосредственно, непосредственно. В данном конце концепте. Идем дальше. Я, наверное, даже чувствую его старше себя. Ну, вот, видите ли, как бы, получается, что на возраст все-таки вы внимание обращаетесь. То есть, какое это значение возраста, а возраст все же имеет. Вопрос то, кто, какое, но он имеет. Я вот больше склоняюсь, знаете, к чему, да? Я больше склоняюсь к тому, чтобы контекст ваших отношений, именно контекст, раскрыть более подробно. Чтобы это было, ну, скажем так, более ясно для нас. Чтобы, может быть, меньше каких-то вот таких иллюзий было бы. Чтобы меньше было бы какого-то такого, может быть, обмана, самообмана, самообмана, да? Вот. Мне кажется, это весьма важная история, важная достаточно составляющая. Вот. Важная составляющая вот той реальности психологической, в которой вы сейчас живете. Дальше. К громому сожалению, я допустил измену в самом начале нашего пути, о чем сказала ему так, как отдел строить отношения честные и на доверие. С одной стороны правильно, с другой стороны нужно отдавать себе отсчет в том, что и кому вы говорите. Вот. А вот. Самое что-то. Человек может банально быть не готов слышать праву, вот как и случилось в вашем, собственно, случае. А вот. Ну и в итоге, кто в итоге, в итоге это, кто в итоге выиграл, да? В итоге кто выигрышал. А выигрыша, собственно говоря, никто. Потому что, ну, от этого никто не выиграл. То есть нужно все-таки, на мой взгляд, да, правду доверить хорошо, но смотреть, кому вы говорите. То есть, ну, как человек вас примет правду. Самое что, если вы говорите правду для себя, это одно, если вы говорите правду для другого человека, это другое. Вот. И опять же, понимаете, правда, правда, она разная. В данном случае, если вы скажете, что, например, вы изменили, да, это будет, конечно, ну, это будет так. Но это будет, на мой взгляд, не все. Далеко не все. Правда, потому что за изменой был еще мотив. И вот именно мотив, на мой взгляд, то есть причины, по которым вы изменили, это, короче-таки, на мой взгляд, не раскрывается. Хотя, история, это история. История того, почему так произошло. Как так вышло. Крайне важно. Я не побоюсь этого слова, если скажу, что, что возможно, возможно только это и важно. То есть не сам факт, да, важен. А именно, вот, вот именно важный, важный мотив ваш. Почему вы так говорите? Чем вы руководство поступает так, таким образом. Вот. Поэтому, видите, во-первых, вопрос о том, что считать правдой. Вот, не все так обмазначено. Дальше, значит, так. Нас родился сын, сейчас ему 10 лет. Так, еще по поводу Давида. Я хочу сказать следующее, что отношения на доверие, ну, которые вот выстраиваются на доверие, это очень хорошо, безусловно. Но есть одно но. Отношения на доверие выстраиваются тогда, когда человек, человек, себе доверяет. Не кому-то, а себе. В первую очередь. Себя. Тогда, когда есть доверие именно себе, самому. Человек, который доверяет сам себе, не будет сожалеть о том, как он поступил. Потому что доверие себе предполагает принятие своих потребностей, своих желаний. И исключает такое отношение к тому, что вы сделали, и любой человек сделал. Как у вас? Ну, а мне, соответственно, я думаю, не нужно говорить о том, что у вас, как бы, такое отношение к себе отсутствует. Я трогался с ним, сейчас ему 10 лет. Так, ну, какой контекст рождения ребенка здесь? Он, как будто бы простил и остался, но, по-видимому, только внешне. Тогда она засидит, в нем уже 14 лет. Ну, опять же, да, если вы видите, что когда она засидит, она действительно может сидеть. Ну, не очень понятно, почему, например, вы не обратились, там, допустим, к психологу, да? То есть, ну, на семейную, семейную, допустим, консультацию. Вот. Вам бы помогли, помогли бы разобраться с тем, что происходит? Помогли бы вашему мужчине, допустим, прожить как-то вот то, что, ну, то, что он чувствует. Потому что, ну, как бы, человеку действительно может быть тяжело. Но! Дело здесь не в вас. То есть, тяжело ему, ему-то тяжело, но не из-за вас. Тяжело ему только по той простой атласной причине, что у него есть свои проблемы. Свои проблемы. И, к сожалению, я вот из практики знаю, что эти проблемы могут быть, в том числе, связанные с тем, что... Он, вот, ну, выбрал вас. То есть, вот, что ему нужна именно женщина, вот, по статусу. Вот. Я так понял, да? То есть, я не говорю, что это однозначно плохо, но... Как бы... Может быть. Так. Все эти годы, может быть, даже не желая того, он ревнует. Так. Ну, есть отношения к нему, как родители. Оправдывайте его, жалеете его. Вот. То есть, как бы, с жалостью, с основанием для жалости тоже нужно работать. Потому что, ну, совершенно очевидно, да, что не делай это, когда, ну, женщина жалеет своего мужчину. Вот. То есть, как бы, сочувствовать ему, да, можно безусловно сочувствовать, проявлять эмпатию, но не обрадовать и не жалеть. Потому что здесь, в данном случае, проблема его. То есть, по факту, мужчина не отвечает за свои действия. Да? То есть, он. То есть, ну... Вот, произошла какая-то ситуация, допустим, да? Вот. Ну, ты считаешь эту ситуацию неприемлемой. К примеру. Ну, опять же, это... Как бы, твой выбор. Это твое право. Вот. Но твой выбор и твое право остаться. А он, вроде как, остался, но он это не принял. Знаете, сын отрицает вот этот вот факт. Он отрицает факт, эээ, того, что он сам-сам же сделал. То есть, он вроде бы остался, но в то же время не принимает, эээ, свой же собственный выбор. И после этого вы мне, эээ, хотите сказать, ну не мне, а вы хотите сказать, что, эээ, как бы, в этом виноваты вы. Вот. Именно поэтому так важно избавиться от, эээ, чувства вины. Потому что, эээ, вам оно, чувство вины, эээ, мешает. Вот. А, эээ, к, эээ, ну, к большому, эээ, к сожалению, мешает быть естественным. Дальше. Постоянные скандалы по любому поводу оскорбления не считают редких проблесков и заближений. Ну смотрите, вы сами, вы сами выбираете жить в такой атмосфере. Это первое, что хочется сказать. Да, вы сами, сами выбрали жить в такой атмосфере. Сами выбрали жить в атмосфере, там, постоянного скандала, постоянных ссор и прочего. Это первый момент. Второй момент. Эээ, психологическая игра, скандал, который вам нужно изучить. Это страх близости, это сублимация сексуальной энергии. Вот. И не только. Это, соответственно, ну, как, это снятие напряжения. Вот. Эээ, такого вот. Ну, по факту. Да, по факту это снятие напряжения. Вот. То есть, это всё нужно, на мой взгляд, исследовать это всё. Ну вот. Ну вот. На мой взгляд, сээ прорабатывать, да? Потому что, ну, скандалите, вы же тоже сами выбрали свой сгвар скандал. Вот. Если бы не вы, то, ну, скандала бы не было. Так, 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 так скандал есть. Потому что, в том числе и вы, как бы, в нём участвует. Вот. И, соответственно, это, конечно, проблемы, но, тут опять же, вы себя ответственно снимаете. Видите, да? То есть, проблемы. Проблемы с личными границами. Где-то я беру на себя слишком много, где-то я на себя вообще ничего не беру. А дальше, в общем, как у всех, у кого у всех, не очень понятно, потому что, у кого у всех, что вы хотите сказать у всех, скандал от чуждения, холодный скандал, а холодный скандал, нет, такой не у всех. То есть, у кого у всех, причём здесь все. Кажется, чувства полностью погибли. Нет. Знаете, здесь у вас такое немного, немного демонстративное восприятие чувств, потому что чувства это, это не, ну, это не живое существо, чтобы погибать. Чувства это то, что либо есть, либо нет. Да? Вот. И если чувства, да, они могут пройти, они могут пройти, конечно, безусловно. Вот. Но, там, при длительном, ну, при длительном повторении чего-то, чувства скорее всего нет. Вот. То есть, они не погибают. Чувства не уходят постепенно, да? То есть, нельзя любить её меньше. Да? Вот. Можно либо любить, либо нет. То есть, всех либо любят, либо нет. Вот. Такой вот момент. Да? То есть, вы живете тоже несколько в, ну, на мой взгляд, некорректном таком, ну, восприятии, что ли, мира чувств. Вот. И, соответственно, это то, на что вам нужно обратить своё внимание. Идём дальше. Так. Я сама ему советовал найти другую женщину для жизни и даже конкретно рекомендовал какую. Рекомендовал какую. Какую. Судить опять. Не совсем ясно вашей мотивации, не совсем ясно ваше субъективное отношение к тому, что вы делали. Опять вы не отвечаете за свои действия. Опять вы себя хорите потом после этого. И, на мой взгляд, ну, на мой взгляд, имеет место быть такая вот всё-таки, ну, родительская какая-то некая позиция, да? Некое вот такое родительское отношение к, ну, родительское отношение к ситуации, вот, ну, в данном случае, вот, родительское, значит, ну, восприятие этого момента, вот. Вы здесь, как родитель, которому жалко, вот, своего ребёнка, ну, правда. То есть, это, конечно, проявление такого достаточно неважительного отношения к себе, к сожалению, у вас. И очень важна мотивация, то есть, как так вышло, что вы, вот, к этому пришли, что вы сами советовали. Опять же, из-за чувства вины, а ребёнок как тогда, вот. Ну, и обесценивание, обвинение себя, вот, то, что вы называете себя идиоткой, это, конечно, тоже свидетельствует о некоторых ваших, ну, трудностях, я бы сказал, в плане восприятия себя, принятия себя и так далее. Вот, потому что, ну, это, это, это симптом психологический, вне всякого сомнения. Вот, дальше, значит, они работают в одной сомнении, так, так всё и случилось. Всё, это говорил в основном сцене разображения, что именно говорил, непонятно. Я спокойно прокручивал эту сцену, желаем счастья, но теперь, когда это случилось, он мне действительно влюбился, обратно, скажу, с ума. Для того, что что-то в мишине вы потеряли, для себя важно. Что говорит о созависимости, почитайте про созависимость в интернете. Столько сейчас я поняла, что очень зараживаю и люблю его, ну, опять, да, это поговорка, что имеем, что не ценим, а потерявшие плачем, да. Вот это классическая история с созависимостью, если вы не оцените человека с которым вы в отношениях, то вы, что называется, вот как раз в созависимых отношениях находитесь. То есть созависимость – это вопрос потребностей. Отсюда такая вот реакция на то, что он ушёл. Вот отсюда такая реакция на то, что вы, ну, на то, что человека вы потеряли. Если бы, если бы, значит, вы не были, если бы вы не были созависимы, вот, то вы бы восприняли это спокойно. Ну, по-как прокручивали в голове у себя. Дальше. Ага. Так, только сейчас я поняла, а, так, сначала я просил не уходить с лакова, потом сглался на руках. Опять же, да, всё это вы их для себя, всё это для себя бы делали. Честно, с хорошим отношением, его всё равно ещё ко мне тянет, в том числе сексуально, видимо, всё-таки не все через два стиля. Понимаете, какая вещь? Тянет – это привязанность, когда тянет к человеку, это привязанность. Привязанность – это попребность к человеку. Попребность к человеку – это чувства, но чувства эти субъективны, они направлены на того, кто эти чувства ощущает. Эти чувства не направлены на вас, а если чувства не направлены на вас, это зависимо, опять же. Понимаете? Потому что чувства здоровые направлены на другого человека. Как мне себя вести, чтобы что? Вы решите сами, чтобы что? Вы его не удержите и не вернёте, потому что проблема, базовая проблема не решена. И проблема ещё в том, что вы сводите вот ценность своего партнёра к какому-то такому материальному аспекту, потому что говорить, удержать его и вернуть его – это же не вещь. Да? И поступаете вы, к сожалению, здесь эгоистично. То есть нет ничего плохого в том, что вы поступаете эгоистично в самом поведении. Но как бы сложность в том, основная сложность, что поступая эгоистично, вы не решаете проблему. К сожалению, большому. И это нужно как бы учитывать. Вот. Поэтому желаю человека вернуть, да, хотя человека вернуть, вы не решаете проблему. Вот. Проблему, ну, ваших отношений. Никак. И вернув его, вы вполне можете его опять потерять. И потеряв его ещё раз, вы гораздо сложнее сможете его вернуть. И он не изменился. Его отношение к вам осталось тем же, тем же самым. И вопрос не мешало бы вам себе задать. Хотите ли вы быть тем, кто неуважительно относится к себе, к своим, ну, к своим переживаниям, да, к своим чувствам, к своим эмоциям, к своему выбору. Тот, кто, тем, кто не отвечает за себя, нельзя ответственность за свои действия. Достойны ли вы этого? Мне кажется, нет. Мне кажется, вы достойны большего. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация, которую вы описываете, разрешится. Удачи. Продолжение следует...